сейчас начнем приступим помалясь традиционный подкаст из серии записки за рулем всем привет давайте здороваемся представляемся уточняем тему привет привет а вот ну все наслышаны да кто недалек от мира мм о том что произошло с товарищами хиромагомедовыми если кто не знает спрашивайте я вкратце расскажу а кто знает можете сразу написать ваше отношение к тому что они сделали и к тому что с ними произошло вообще конечно ситуация вопиющие не на грани беспредела абсолютно полный беспредел до сам произошел о чем собственно говоря речь о том что два брата значит акробата по фамилии хиромагомедовы вот взяли на не буду все нюансы рассказывать этот на самом деле долго вот потому что на самом деле нюансы знаю очень хорошо потому что мне по телефону мы беседовали с геннадием павловичем копшаем это главный тренер сборной ммэй союза ммэй россии вот рассказал некоторые моменты нюансы как это все произошло в общем короче говоря эти два товарища причем классные оба спортсмена вот взяли и отметили ли не буду фамилию называть вот или неправильно провел самосудейство и типа засудил там как как они сами считают это вот они вечерком значит взяли пошли к нему в гостиничный номер избили его сломали ему челюсть нанесли ему различного рода телесные повреждения ну и собственно говоря непонятно только было что они хотели если они хотели повлиять на судейское решение то она уже вынесено если они хотели возмездие какого-то да как они считают то есть типа там отметили получили аморальное удовлетворение то даже не знаю как расценить недалекость скажем недальновидность вот так вот не недалекость ума они дальновидность мышления по поводу последствий которые с этим могут быть то вообще надо насколько не представлять дальнейшие последствия чтобы совершить подобного рода действий или надо находиться под влиянием каких-то веществ изменяющих сознание вот мне кажется то есть сознание не должно быть адекватным для того чтобы произвести подобного рода действия да что последствия совершенно понятны учитывая то не последнее место союзе но и россии который занимал человек которого она нет повредили само собой для них последствия должны были нести катастрофически просто характер речь вообще шла самого начала о том чтобы не просто их пожизненно и дисквалифицировать из всего что связано союзом мм и россии а вообще ходатайствовать даже потом во всех организациях и федерациях чтобы они дисквалифицированы были или не были приняты впредь в самых различных других федерациях какие только существуют вообще в мире по крайней мере в фбб в бодибилдинге в разных федерациях такая тема если спортсмены дисквалифицированы это по всем остальным с вот я насколько прочитал новости отделались буквально чуть ли не легким испугом то есть все санкции которые применены к ним они в основном все проходят по ведомству союза мм и россии то есть поснимали с них там всякие регалии должности ставки дисквалифицировали в союзе в союзе мм и россии пожизненно но в отношении других как бы тем вроде ничего так да ну и российских прочих организаций связано с мм и в мировые вроде ничего не говорится что то есть для них это круто повезло потому что предполагая что по логике вещей они могут продолжить свою карьеру в каких то других организациях мм и мировых вот не связанных союзом мм и россии с российскими федерациями мм и различных вот но но речь то не о том нет речь кажется о том как они постигла кара их я считаю что да и многие наверное считают что это не адекватные меры возмездия для них то есть дисквалификация должна была быть просто тотальной везде где только можно вот но вопрос вот в чем а что как себя вести если вот ну реально вот судья засудил предположим допустим такую версию что гнев их по поводу судейства был праведным во что должен выливаться праведный гнев должен ли он находить вот такой выход находить прикольно вот видят вот таких вот действий рукоприкладство по отношению к судье предположим даже такой вариант что судья сам начал сказал как бы ты не выступил я тебя засужу сука например и реально засудил и вот что теперь идти к нему в гостиницу и сбить ему табло вот мне интересно ваше мнение это вот как вообще решать нет конечно существуют способы регламентного решения подобного рода проблем да когда подается апелляция пятое десятое то есть да и какая то назначается комиссия разбор как правило как правило если судье решение уже было принято какое то апелляция чаще всего остается неудовлетворенной это вот мой жизненный опыт говорит вот об этом но что стоит ли бить человеку морду и понимая ну или не понимая надо бы хоть вообще было как то что то подумать что в связи с этим можно ну тратить вообще карьеру то есть избивая другого человека причинить этим ущерб гораздо больше себе чем ему ну наклимается восстановится у него и челюсти все и все у него будет нормально конечно пострадал человек мог и сильнее пострадать а если бы убили бы вообще вообще капец но эти то товарищи все как говорится взяли на себя ниже и даже не потрудились хотя бы сделать это так чтобы это не всплыло то есть это было демонстративно это была казнь по сути по своей сути это была демонстративная казнь которую они не пытались скрыть горячие парни да вот восточные горячие парни которые из-за которых даже слово зарежу уже не произнесешь без акцента это без разжигания всякого рода национальной розни потому что я кавказским ребятам ко многим отношусь с уважением потому что дело не в национальности безусловно хотя на темперамент она влияет однозначно совершенно и менталитет есть определен надо просто понимать какой он но если человек дурак то он дурак может быть везде он может и русский дурак быть и кавказский дурак это все понятно вот так вот в связи с этим возникает другой еще вопрос а как вообще предусмотреть вот такого рода ситуации и предусмотреть такого рода ответственность вот ситуация на самом деле не штатная но однажды имея место быть в самом деле случится как-то возникает определенного рода прецедент и отсюда возникает вопрос должны должна ли быть наработана какая-то правовая база которая с самого начала будет настолько мощна и сильна чтобы человек который решил вздумать там кого-то наказать набив ему морду да ну судью например уже задумывался над тем что не стоит ему бы этого делать потому что есть определенный реестр свод кодекс да который будет применен по отношению к нему вот например сейчас приняли определенного рода санкции к этим двум людям почему бы не внести в устав да что при правонару при вот ну подобной ситуации я не буду сейчас описывать ее и формулировку делать формулировку сделать можно это не так сложно пять минут посидеть она будет готова применяется определенного рода административное воздействие то есть уголовные само собой потому что там это предусматривается уголовным кодексом нанесения телесных повреждений и причинения вреда здоровью а административные и внутренние в союзе значит ммм применяются следующие действия то есть штраф клуба которому принадлежат эти люди снятие определенного рода регалий ходатайствование в министерство физической культуры туризма спорта не знаю как это называется но меняется постоянно все я уже даже не контролирую это неважно а снятие предположим мастерских степеней там мастер спорта россии мастер спорта международного класса вот и и так далее вот таких самих вещей и тогда человек при прежде чем совершить такое действие даже если он в отношении себя может действовать эгоистично и готов пойти на жертвы лишь бы как он считает отстоять собственную честь готов пойти набить его морду и лишиться всех регалиев и титулов и право на выступление дальнейшее то по крайней мере его остановит от подобного рода воздействий клуб которому он принадлежит ну хотя бы че ответственность за честь и достоинство клуба то есть потому что санкции применены будут к клубу а санкции могут быть например такого рода лишение права спортсменов этого клуба на участие во всех соревнованиях на протяжении года например да а при повторном инциденте значит дисквалификация всех спортсменов сами клуба предположим на несколько лет на пять лет или даже по жизни то есть клуб в данном виде практически уже не сможет существовать как единица внутри федерации союза ммм и санкции то есть в это будет уже любительский клуб где люди могут заниматься просто по интересам но ни один спортсмен от этого клуба не может быть представлен для того чтобы поучаствовать в соревнованиях да конечно тут обойдут это все будут заявляться о других санкции клубов это можно но клуб сам по себе все остается в заднице глубокой и конечно он уже не может принимать не заявки подавать на аккредитацию в каких-то мероприятиях ни к чему еще вот это вот мне кажется реальное решение вопроса хорошее решение проблемы как вы считаете сработает такая тема конечно можно сказать так из-за какого-то дурака там одного или двух будут наказаны люди которые к этому не имеют отношения вроде это неправильно да сын за отца не отвечает отец да сын за отца не отвечает а вот отец за сына должен отвечать до определенной поры времени он отвечает и я считаю что конечно клубная вот эта вся фишка клубная эта тема она должна быть обязательно на работе клуб это коллектив люди работающие в коллективе непременно должны друг за друга отвечать и человека должна быть ответственность перед клубом и пускай они уже там дополнительно эти вопросы все решают как это в армии бывает когда страдает из-за одного человека все что они ему делают потом они его неважно что они ему делают но они находят способ как-то донести до него что из-за него над одного сам страдать никто не хочет дальше вот это не выносится на свет как они это делают хотя все прекрасно представляют как это может быть да вот и здесь то же самое ну вот хай хай ну не знаю все ли прослушали то о чем я говорил потому что я не вижу чтобы кто-то по этой теме что-то сказал подтвердил что это реально сам сработать должно вот кто за кто против тоже не сказали вот ну ладно обязательно посмотрите тогда это видео в записи нет не об армии шла речь армия приводилась просто в качестве примера как надо так учить своих коллег там одноклубников например это на примере хиромагомедовых из-за которых сейчас вообще пострадает в том числе и весь самый клуб которому он так они принадлежат то есть они получили свое по заслугам хотя может и малого это получили в виде всех дисквалификации каких только можно и всего прочего ну и санкции еще раз постранились на клуб потому что там вынесено решение такое что при повторном инциденте дисквалифицированы будут все спортсмены данного клуба а я к тому что ввел речь о том что надо ввести на базе этого прецедента абсолютно четкие понятия в устав союза ММА России что если бы что при подобных ситуациях когда оказывается давление на судей угрозы предположим физическая расправа и приведение в действие тем более должны применяться определенного рода санкции такие 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 это по отношению к совершившим это действие вот такие вот по отношению к клубу которому они принадлежат вот такие вот и так далее клубу обязательно вот обязательно это вот самый спорный вопрос на самом деле будет потому что тот скажет да че же мы отвечать за придурков то будем а с другой стороны станет совершенно понятно а вы не берите в клуб таких с придурков то это ведь ни в одну секунду проявляется если видно что человек агрессивен без меры и невменяем не контролирует себя ну зачем он в клубе для того чтобы он только медальки приносил да понимаете он же не в клуб медальки то несет клуб для него всего лишь инструмент от которого он выступает где если клуб дисквалифицирован будет он просто уйдет в другое место и будет выступать там и у него даже ни малейшего не будет как говорится это это ну у кого-то будет да если в этом клубе работает его тренер который вырастил его с самого начала которого он уважает он конечно будет ему не позволить совершить такое действие он подумает об этом заранее вот а другие кто с ним занимается в этом клубе они сделают все возможно чтобы такой человек рядом с ними в клубе не было потому что они будут прекрасно понимать что он все время представляет для них угрозу и из-за его каких-то неадекватных действий может пострадать весь клуб вот о чем собственно шла речь ну что ж я буду рад увидеть под своим видео ваши комментарии видео это выйдет еще и на live channel на youtube на моем канале на live channel вот а также будет абсолютно потом везде распространено по кросс постам по всем соц сетям по моим аккаунтам так что можно и там будет отвечать обязательно посмотрю почитаю с удовольствием ваши ответы если вопросы будут обязательно постараюсь на них ответить и подключиться в эту тему потому что тема на самом деле животрепещущая очень интересная а самый интересный вопрос который я хочу вынести в открытую я не хочу сейчас высказывать свою точку зрения и обсуждать ее это как быть если заранее известно что судья собирается кому-то подсудить это все понятно стоит ли проводить с этим судьей какие-то беседы кулуарные стоит ли пытаться повлиять на его непредвзятость и так далее и стоит ли ему мстить потом вот в такой личной форме если он даже вопиюще неправ и прямо конкретно заслуживал и злорадствовал и потом что у него все получилось как он хотел вот задайте вопрос мне будет интересно ваше мнение услышать и можно будет тогда в следующий раз на эту тему интересно подискутировать все всем салют и ваше мнение ваше мнение